Обычное, рядовое, сельскохозяйственное пиво. Это вот из семейства кулерообразных. Всем привет, это Василий, канал Прокшевъезд. А что у меня за огни святого эльма на заднем плане? Это я перцы острые выращиваю. Будет ролик, когда мы их подрастим, уже будет что снимать, мы сняли как мы их сажаем, потом с ним как мы их пересаживаем, и дай бог с ним как мы, как они выросли. Но может еще и не вырастут, но пока вот такой... Короче, мой друг-огородник Дима, у него есть канал, называется, короче, «Редкий сад». Он там рассказывает всякие садово-огородные мудрости. Подпишитесь, если Вас интересует огородная тема. Я, короче, вот выбрал пивко для сегодня, на сегодня, для сегодня, для сегодня и на сегодня. У нас пивные субботы с Вами, как Вы знаете. И вот у нас есть три пива. Одно называется «Хайзенберг». Да, оно барнаульское. Может быть, его в Москве, в Петербурге нет. Но я не мог пройти мимо пиво под названием «Хайзенберг», блин. 5,2 крепостью. Я думал, крепость будет 100 градусов, типа. Что у нас с чем-то, с какими-то синими кристаллами, я не знаю. Может, он си... Я не знаю, что там внутри, но мне интересно. Я вот взял пиво «Хайзенберг». И два пива от «Трехсосинского завода». «Трехсосинского завода» я никогда не любил. Всегда они делали какую-то фигню. Но вот этого пива я не пробовал. Это мягкий сок и пшеничка называется. Тоже ужасное название. Пшеничка. Все, сейчас попробуем. Но сперва спасибо моим топовым бустерам. Деду Антону Мангелеву, Юлию Соколовой, Павлу Петрову, Архману, Владиславу Александровичу, Жене Моменко, Александру Гэ, Александру Ша, просто Александру, Денису Мозговому и Архману. Спасибо вам огромное. Переходим к пиву. Что, начнем с «Хайзенберга». Поскольку самое интересное, это, мне кажется, «Хайзенберг». Самый большой стакан для него приготовил. Как разумно сказал Руслан, им не кажется, что они чуть-чуть опоздали на хайп. Ну, чуть-чуть. Сериал недавно закончился. Десять лет назад буквально. Можно было как-то пораньше подсуетиться. А вдруг «Хайзенберг». Жду. «Доктор Хаус» следующее должно быть пиво. Что там еще было там? «Санта-Барбара». У тебя «Санта-Барбара» такая старая, что это уже классика. Пахнет ужасно. Пахнет, правда, ужасно. Пахнет каким-то... Каким, короче, творогом пахнет почему-то. На вкус не так противно. Короче, это такое обычное пиво-пиво. Обычное, рядовое, сельскохозяйственное пиво без каких-то отличительных особенностей. Оно довольно горькое, кстати. Для массового. Очень похоже, знаете, на что похоже? Похоже на жигулевское. У него есть такой вот типичный жигулевский привкус. Рыбы какой-то. Не, кстати, не скажу, что оно плохое. Оно не плохое. Оно имеет свой вкус. Свой характер какой-то. Да, оно ничего выдающегося. Оно в принципе, в принципе, в принципе, имеет право на жизнь. Дальше. Мягкий солод, трехсосинский. Алкоголь 4,2, один с экстрактивность. Состав вода. Солод пивоваренный, ячменный, светлый. Солод пивоваренный, ячменный, темный. Венский. Хмель. Хотя в Хайзенберге какой состав. Солод пивоваренный, ячменный, светлый. Крупорисовый. Солод карамельный. Да, чувствую, что тут есть карамельный солод, и чувствуется, что рис я не почувствовал. А карамельный солод почувствую. Мягкий солод. Интересно, как-то они такой прозрачный добились темного солода. Пахнет кукурузой. Пахнет реально кукурузой. Знаете, когда банку открываешь с кукурузой, это как баничка кукурузной. Ну, вот это, опять-таки, типичное, светлое, легкое пиво. Ему нечего особо предъявить, потому что оно как вода. Вода да вода, солодовая вода. Это вот из семейства кулерообразных. Ну, и пшеничка мягкая. Тоже кукурузой пахнет. Да что же такое-то? Это же должно пахнуть бананом. Ну, нет, есть чуть-чуть банана есть. Но сам кукуруза. Просто какая-то кислая хрень. Ничего от пшенички тут нет вообще. Не, херня. Короче, если что, Хайзенберг на любителя, ну ладно, потянет. Мягкий солод, не какущая просто. Это херня полная. Жидкая, бессмысленная вода. Вот такой вот сегодня вывод у меня. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До встречи через неделю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok